здравствуйте дорогие друзья сегодня мы рассмотрим вот какую вещь можно в общем-то питаться молочкой кому нельзя питаться молочкой также я назову людей кто попадает в группу риска и в общем-то вам дорогие друзья лучше ограничить прием кисломолочных продуктов но обо всем по порядку дело в том что так называемая непереносимость лактозы это не совсем как да допустим чаще всего это не совсем как аллергия да понятно что в некоторых случаях могут быть аллергические реакции на все что угодно да то есть но я разберу именно вот тот момент когда у людей начинается расстройство жкт то есть просто человек потребив энное количество кисломолочной продукции у кого-то на конкретный там кефир творог еще на что-то кого-то разум на все в общем-то бежит в туалет да то есть суть в чем суть в том что вообще та или иная непереносимость кисломолочной продукции она как правило ассоциируется с сиба сиба это синдром так называемый избыточного бактериального роста да то есть и здесь я вам уже рассказывал своих видео о том что у нас присутствуют в нашем кишечнике да так называемые хорошие бактерии это вам по рекламе йогуртов всем известные бифиды лактобактерии так и патогенные бактерии там гертелла лента класс 3 диум какой дос или допустим всем известные всякие койки стафилококки и так далее и в общем то полноценный анализ да все эти микробиоты сейчас выполняется так называемый гхмс по осипову да и соответственно мы можем уже как-то там 57 58 плюс минус в разных лабораториях микробиом входит да и мы можем вот по этой табличке которую вы сейчас видите которую мы получаем уже смотреть помимо того что у нас может быть разрастаться проблема может быть микробиоте до бактериальном росте туда же относятся грибы в плане того что тоже кандида да может разрастаться вклеиваться в биопленку и соответственно как бы получается что все это дело объединяется вот этот набор бактерий они не каждая по отдельности существуют они существуют все вместе там живут и у нас когда мы начинаем таких пациентов опрашивать у нас получается что ну целый комплекс каких-либо нарушений то есть бывает липидный профиль у человека страдает да всасываемый жиров страдает еще что то но вот этот вот сибор может даже я встречал определение субклинический сиборда ну некоторые авторы так статьях называли как бы в кавычках дело в том что суд клиника да то есть из клиники пока проходящий ну то есть человек может быть не ест молочку он этого не чувствует или еще какие-то вещи не делает да может быть там на диете скудно у него питание он не замечает как это дело развивается конечно соответственно нельзя вот так вот всем сразу подряд ставить сибор если вы не переносите молочку нужно понимать какая реакция у вас на кисломолочные продукты да но тем не менее соответственно если вы чувствуете что вам некомфортно не нужно как-то ее стараться есть если вы хотите исправить это положение вы должны пролечить болезнетворную вот эту вот микрофлору которая вас разрослась или может быть у вас нормобиоты еще не хватает да и помимо того что у вас плохих как бы патогенных до микроорганизмов много положительных вот этих добряков микроорганизмов будет мало и таким образом получается что вы как вам сказать вы не добираете хороших микроорганизмов присутствует больше плохих больше плохих негативных проявлений и так далее ну не обязательно кисломолочку а вообще же к это я уже так плавненько перешел до что касается молочки плохой идея здесь использовать наобум сразу говорю антибиотики ну типа из разряда я увидел посмотрел видеоролик youtube у меня сибор все . значит по клинике типа подходит по моей описанию сейчас вот пропью антибиотики будет все хорошо или наоборот сейчас пропью там еще не известно что хуже там лактобактерии какие-нибудь все замечательно нет дорогие так не работает все подбирается соответственно по той таблице которые показал с учетом вот этой микробиоты может это лечить врач привитивной медицины может это лечить соответственно любой гастроэнтеролог это вообще как правило у них каждый там лечит и эндокринологи этим занимаются в общем ну все кому не лень сейчас работают с микробиоты кишечника потому что это очень важно отдельно что хотелось бы сказать отдельно хотелось бы сказать то что соответственно если вы не переносите кисломолочную продукцию это повод в первую очередь происследовать гхмс такой вот сдать да то есть вот такой вот диагноз соответственно ставить себе из разряда у меня не переносимость кисломолочной продукции и . да продуктов может быть там типа что-то вроде аллергии да как я уже говорил не стоит то есть этому как правило есть причина мифы о том что если вы похудеете нельзя есть молочку это мифы опять же повторюсь если ваш метаболизм работает нормально вас не будет заливать от кисломолочной продукции если в вашем организме что-то не так с гормональным фоном это все то что я вам говорил это глобальный такой подход я не скажу с чем конкретно нет такого какого-то гормона могут и эстрогены подливать вас и дополнительно тогда молочка будет давать так вот этот оттенок и все что угодно но такого чтобы соответственно вы худели нельзя было есть кисломолочную продукцию такого просто нет это миф из бодибилдинга вышел потому что да действительно если мы готовимся к бодибилдингу там нельзя есть кисломолочную продукцию потому что наша задача показать мышечную сепарацию и это состояние обезвоживания организма поэтому бодибилдеры действительно когда худеют когда сушатся они не едят кисломолочную продукцию но в обычном состоянии не соревновательным все ее спокойно кушают но если у человека соответственно появляется непереносимость кисломолочной продукции есть и ни в коем случае не нужно и соответственно ну как бы нужно по исследоваться да и вообще заняться возможно кишечником в целом подумать очень часто мне пишут панкреатиты есть или там загибы желчного пузыря так или иначе нарушение оттока желчи то есть все вот эти вот моменты то есть их нужно прорабатывать как правило я начинаю опрашивать опрашивать пациента и я что-то выясняю такое поэтому кисломолочную продукцию в норме если вы условно здоровый человек можно кушать кушать и нападаю пожалуйста и а вот всем остальным кто что-то не так чувствует со своим здоровьем я рекомендую вам по исследоваться с вами был кратцев сергей подписывайтесь на мой канал я вас жду на своих онлайн консультациях и конечно же своем инстаграме да пребудет с вами здоровье дорогие друзья я